Вы были недовольны 80%, а сейчас вы получите 90% и будете все молчать. Вчера Лукашенко заявил, что около 80% белорусов однозначно сегодня поддерживают тот курс, который он определил. Почему политик так зациклен на этой цифре? Я думаю, что цифра 80 имеет для Лукашенко огромное личное значение, не в последнюю очередь биографическое значение. Если мы вспомним 1994 год, именно с этим результатом он и победил во втором туре выборов, набрав чуть больше 80%. Я думаю, что с тех пор эти 80% являются для него символом поддержки. Если посмотреть на президентские выборы, которые в Беларуси проводились с тех пор, в которых участвовал Лукашенко, были выборы 2001 года, где у него относительно скромный в кавычках был результат около 75%. Потом в 2010 год почти 80%, больше 79%, но и остальные все выборы 80% как обязательное число. Я думаю, что именно с 80% он ассоциирует свой приход в власти, это первое. И эти 80% являются для него символом безоговорочной поддержки. И на эмоциональном уровне ему действительно это нужно и важно. И возможно, я бы тоже не исключал, что определенную роль играет и фактор Путина, потому что Путин в своей истории таких результатов никогда не набирал. Лучший результат Путина, он был чуть больше 75% на выборах 2018 года. Пришел к власти Путин, вообще набрав чуть больше 50% в первом туре. Так что для Лукашенко это такое своеобразное первенство и стремление показать, что у него действительно огромная поддержка, что он по-прежнему народный президент. Я полагаю, что это действительно вот такая вот личная эмоциональная проблема. Ему мало даже цифры 65, которая была бы в принципе поддержкой двух третей. Потому что Лукашенко, он же себя позиционирует как президент успешный. И что показывает белорусская пропаганда? Какой образ Лукашенко она преподносит? Человек, который взял разваленную страну с экономикой, которая была в упадке, и все было чрезвычайно плохо. И вот Лукашенко эту страну выстроил, эту страну поднял, и сейчас чуть ли не сделал эту страну обладателем ядерного оружия. Если ты преподносишь такой образ правителя, то, соответственно, поддержка не может уменьшаться. Она должна увеличиваться. То есть признать, что Лукашенко теряет какую-то аудиторию, ему для него это невозможно. Он же и сам подчеркивает, что вот всегда были в Беларуси, он любит эту цифру 10%. Примерно 10%, которые всегда были против него и всегда остались. А вот все остальные, там 80, чуть ли не на 90%, это те, кто его поддерживает, те, кто выбрали этот курс. И ему это принципиально важно. Побеждать так, как Эрдоган. Эрдоган-то свои там набрал, ну, сколько он там набрал, он победил во втором туре с результатом 52%. Для Лукашенко это было бы просто катастрофой. Это он себе позволить не может. А что касается 60% возможных, я думаю, что если бы действительно в 2020 году у Лукашенко и его окружения было несколько больше реализма, и они согласились бы на не такую вопиющую, несправедливую и абсолютно не отвечающую настроением в обществе, или такому результату, как 80% пошли бы на 60, 55, не знаю даже, 65, я думаю, что протестов в таком количестве, с таким размахом, такого качества не было. Ну, для Лукашенко это по-прежнему важнейший вопрос. Меньше 80% быть не может. Я думаю, что в 80% он все-таки, скорее всего, не верит, но ему очень нравится это число. Я думаю, он верит в то, что его поддерживает действительно большинство. Он считает, что большая часть его поддерживает, но просто надо довести до результата, который более приятный, более красивый. Что же касается размаха протестов, то я думаю, что Лукашенко его сам преуменьшает, конечно же, и склонен верить к тому, что на улицах было не так уж и много человек. Я думаю, что ему преподносят ту информацию, которая ему нравится, и он ее довольно хорошо воспринимает, и критически он к ней не относится тем, что он козырял, что протестующих там было несколько десятков тысяч, что совсем не так много, что масштабы преувеличены и прочее. Это первый момент. А второй момент, который у Лукашенко еще гораздо более приятен, это убежденность в том, что протесты были инспирированы из-за рубежа. И в этом смысле уже количество не играет никакого значения. Если он же считает в любом случае народ, он считает массой, которую можно легко манипулировать. Поэтому если там какие-то десятки, а может быть даже сотни тысяч людей были выведены на улицы, то для Лукашенко это не играет никакой роли. Это серая масса, которой с его точки зрения манипулировали западные спецслужбы посредством телеграм-каналов и так далее. Он не воспринимает белорусов как активных субъектов политики. Для него белорусы это те, кем можно манипулировать, кем можно проводить, вести их в какое угодно направление. Он хочет, чтобы было 80, значит было 80. А те, кто не согласны с тем, что было 80, их заставят поверить в то, что было 80. В 2020 году было же очень примечательно, в августе, когда в первые дни протестов действительно Лукашенко, ну он увидел размах протестов. Он, наверное, не на шутку испугался. Он же тогда что подчеркивал и что говорил несколько раз, повторял, что может быть там что-то и кто-то приписал, но невозможно же столько приписать. Что, мол, ну хорошо, может мы там и погорячились, что подвели к этому числу 80, а в некоторых регионах и далеко за 80. Но, тем не менее, осознать и понять, что так выборы не проводятся, что это насмешка над здравым смыслом, проводить выборы с уже известным сценарием и даже с известным результатом, его, я думаю, что это абсолютно не заботит. В этом смысле выглядят, конечно, абсолютно цинично его слова о честных выборах, потому что это слова человека, который пришел к власти в результате относительно, опять же, я подчеркну, относительно честных и относительно прозрачных выборов. Но это человек, который сделал все, чтобы в Беларуси больше выборов чистых и прозрачных и честных не было. За время Лукашенко таковых выборов не было ни разу, и в эпоху Лукашенко они не предвидятся. Лукашенко также заявил, за 20%, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся. Теперь ждать что-то близкое к 100% от ЦИК на следующих выборах? Думаю, что все-таки нет. До такого они не пойдут, но больше 90%. Если я не ошибаюсь, это были выборы либо 10-го года, мне кажется, 10-го, но не столь важно. Лукашенко же как-то подчеркнул, что вынуждены были понизить даже результат, потому что он выглядел более-менее удобоваримо для европейцев, что на самом деле за него проголосовало там больше 90%. Вот сейчас, я думаю, он будет стремиться именно к этому результату. Если он идет на следующие выборы, но пока же не очевидно и непонятно, как они вообще будут проводиться, но в тех условиях, которые сейчас созданы с этой атмосферой страха, репрессий, удушением любого инакомыслия, у Лукашенко есть все шансы, наверное, первый, наверное, действительно такой исторический шанс добиться результата за 90%, и при этом, скорее всего, никто уже не протестовать, ничего не выйдет. Я думаю, что если он пойдет на следующие выборы, а в его состоянии он должен понимать, что любые новые выборы могут быть в любом случае последние, будет он желать, будет он выдвигаться, будет у него желание дальше занимать президентский пост или нет, я думаю, что на следующих выборах с его участием, если они будут с его участием, он себе все-таки на этот раз напишет триумфальные за 90%, может быть, 92% и 93%. Почему он так может сделать? Я бы тут выделил два аспекта. Ну, с одной стороны, это все-таки фактор 2020 года, потому что Лукашенко нужно взять еще дополнительный, мне кажется, психологический реванш над протестами 2020 года, что вот вы, мол, тогда возмутились тем, что у меня 80%, вышли протестовать против моих 80%, доставили мне кучу неприятностей, ухудшили мою ситуацию, ну вот, вот за эти 80%, вы были недовольны 80%, а сейчас вы получите 90%, и будете все молчать, потому что я победитель, потому что я вас всех задавил. Это первый фактор, ну, а второй фактор, Лукашенко же себя видит исторической персоной с огромными, с его точки зрения, достижениями, и, соответственно, если такая логика, то количество людей, которые поддерживают Лукашенко, оно должно увеличиваться, тем более, что они же подчеркивают, что даже те, кто в 2020 году был в протестном движении, выходил на улицы, эти же люди как бы в большинстве своем, как подчеркивает лукашенковская пропаганда, раскаялись, осознали, что они были неправы и теперь еще более активно поддерживают президента, чем те, кто голосовал за Лукашенко в 2020 году. Поэтому вся логика говорит о том, что они пойдут на результат, который, по крайней мере, превзойдет те 80%, которые Лукашенко были обозначены в 2020 году, но может пойти и в сторону и большую. Конечно же, если Лукашенко выдвигаться не будет, а будет какой-то условный преемник, который на следующих президентских выборах будет в ВС, такого результата не будет. Результат будет гораздо более скромнее. Тогда в этом случае, в случае преемника, мы сможем, может быть, в Беларуси увидеть даже результаты, которые не вызывают такую усмешку, как типичные 80% Лукашенко. Я имею в виду результаты в коридоре, может быть, 50, 60, 65%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!